Так, всем привет, друзья! Мы сегодня вновь с вами в нашем хозяйстве Рассвет. Ну, точнее, это предприятие такое небольшое. Так, ну и сегодня у меня такие, так скажем, два стажера на испытательном сроке. Я же вам говорил в прошлой серии, что у нас требуются рабочие. Вот, ребята откликнулись. Ну и написали резюме. Своё прислали и пришли к нам поработать. Мы, в принципе, осмотрели их резюме, оценили их опыт. Ну и вот они у нас на стажировке. Один из них Андрей. Всем привет! И другой вот Сергей, такой желтенькой рубашки. Добрый день! Так, в прошлой серии мы с Александром, получается, пахали поле номер 6. Давайте я вам всё покажу. Вот это поле номер 6. Сегодня нам нужно с ребятами будет на это поле внести известь. Так, ну, кто из вас лучше управляется погрузчиком телескопическим, у кого побольше опыта? Давай я сядну погрузчик. Да, давай, Тата, ты на погрузчик. У ребят, у каждого, конечно, своя история. Они вот тоже кто приезжий, кто именно отсюда родом. Ну, я думаю, мы потом как-нибудь об этом всё поговорим, узнаем. Ну, а получается, Серёг, тебе тогда выбирай или HTC 17221, или K701. Там, короче, сейчас... А, ну, давайте я, может быть, вам сначала покажу, продемонстрирую, где у меня что находится из техники. Где что стоит и как должно стоять, и как бы потом уже будем дальше работать. Запись. Так, ну, в общем, у нас вот здесь на территории, как вы видите, стоят трактора. В общем, вот на этом мехдворе у нас в основном находится такая техника моторизированная, так скажем. Трактора, грузовики в будущем. То есть вот там стоят у нас МТЗ-82, 1221, ну, и два трактора вот этих больших, наших, больших классов. Вот. Ещё у нас есть другая территория мехдвора. Пойдёмте, я вам тоже покажу. Вот. Там у нас в основном все прицепные агрегаты. Я, в принципе, ребятам в прошлой серии показывал. Но так как вы новички-новобранцы, я думаю, что вам тоже обязательно нужно продемонстрировать, показать. Так, тут где-то можно было пролезть вроде как. Да, вот здесь вот. Вот. Здесь у нас два комбайна зерноуборочных. И два комбайна прицепных. Один для свеклы, другой для картошки. Ну, также, как видите, тут много агрегатов прицепных. Там и дискаторы, и культиваторы, и сейлки. Так вот, в общем, тебе, Серёга, нужно выбрать трактор, подходящий к нему культиватор. Ну, я думаю, если ты возьмёшь, допустим, что тот, что тот, то можешь, в принципе, брать КПС-10. Должен с ними работать нормально. Ну, я думаю, что ты пока там трактор, в общем, подготовь. Вот. Если уже будешь готов, там, отправляйся на поле, но культивировать пока не начинаем. Мы тогда с Андреем сейчас заправим этот разбрасыватель. Я начну разбрасывать, а ты уже по разбросу, мы потом пойдёшь культивировать, короче. Ага, я понял. В общем, такие дела. Ну, в общем, пойдёмте тогда, мы тогда с Андреем пойдём, я там заводить буду Джон Дир, ну, а он этот погрузчик возьмёт, мне ту. Ну, а ты тогда тоже иди заводи этот там трактор. Какой ты, кстати, трактор-то выберешь? Давай я тебе сразу ключи выпишу. Ну, дома на ХТЗ с КПС-10 покатаю. Так, тогда держи ключи. Спасибо. Паша мне ключи. Так, ну и тебе надо держать тоже ключи от Монету. Так, ну, я думаю, путёвки я сейчас выписывать не буду, чё мы тут по месту, да? Никто нас тут, я думаю, не поймает. Хотя всякое возможно в деревне-то. Так, а мы с АМС прицепными приборами по деревне не ездим, чё в местных не куда-то? Ну, нежелательно, потому что там можно проехать, в принципе, этим, грунтовочкой. Там вот севернее грунтовочка вдоль, получается, забора есть. Да, я понял. Так, чё тут, подтёков нет никаких масс? Нет, нет. Ну, техника новая, в принципе. Колёс не спущены, всё нормально. А сколько? Да, спускаемся. Это за лето, интересно. Да, он совершенно новый, ему, наверное, пару месяцев всего. Тут, в принципе, практически вся техника новая. Тут только два МТЗ, то есть, вот, который, получается, он там стоит такой бело-жёлтый, такой цветом, этот старенький, ну, после капремонта. И, получается, после капремонта у нас вот этот МТЗ-82 с маленькой кабиной, который... Всё остальное, в принципе, свежее и новое. Поеду цеплять агрегат. Андрей, ты вообще как, я так, наверное, уже тут достаточно обжился, ты знаешь, куда ехать, или ты за мной поедешь? Ну, давай потихоньку за тобой. Я просто был здесь в тринадцатом году, давно уже. Так немножко проехался, но всё равно места поменялись. Понятник, там просто у нас есть склад, именно с известью. Мы, кстати, тут мойку собрали с Сашкой на выходные, тут заказывают плиты. Именно потом эти решёты у нас тут были, лежали в одном из ангаров. Вот сейчас там будете проезжать. Так. Цепляю разбрасыватель. Поехали, Татар, Андрюш, за мной. Ты сразу же справишься, да? Ты этот решил? КПС-10 или КПМ, как он правильно называется? Ну и как бы, ну, запомните, у нас такое есть небольшое правило. Там, где технику взяли, туда надо потом и вернуть. Чтобы не было раскидано, не пойми где. Порядок нужен во всём. Да, и не пойми как. Так, а я с культиватором, наверное, поеду через грунтовочку, через коровник. Через коровник, наверное. Да. Тебе там надо через грунтовочку. А нам просто здесь, вот у нас склад, вот здесь за магазином. Да, с тринадцатого года здесь много что поменялось. Конкретно поменялось. Так, смотри, Андрюх, как мне лучше встать? Потому что тебе грузить, как мне будет удобнее, как тебе будет удобнее. Давай, наверное, развернись. Давай сейчас вот прям... Вставай в параллельную складу. Сейчас сделаем. Вот, да, вот это. А я сейчас забыть. Вот так нормально, да? Да, да, да. Ну, там, Серёж, доедешь, тогда пока не начинай, там, подожди. Ага. Ну, ты же уже говорил. Можешь там фильтр пробыть пока. Чем-нибудь заняться. Осмотрю поподробнее, так. Гидравлическую жидкость проверили в бачках. Да мне бы привык... Ну, масло. Привыкнуть бы к такому-то актуру с ломающейся рамой. Я же тут практику проходил. Что мне там, МТЗ-шку выдавали? М-м-м. Раз в году тринадцатом, наверное. Паш, чуть назад отъехай, чтобы... А то пусты бы их поломали. Вот, всё, стой. У меня не очень удачно стали. Мне надо было стоять, как я стоял, а тебе вот, как бы, загружать, поворачивать и высыпать. А так, получается, я тебе перегораживаю дорогу, дурак, складываю. Не, нормально. Что там, насыпается, да? О-о-о, тут надо сколько ковшей-то накинуть. Я, наверное, пока заглушусь, думаю. Долго вас ждать. Ну, думаю, да, лучше тебе заглушиться. Ты, кстати, я тебя, наверное, не туда отправил. Тебе, наверное, знаешь, что проще? Начать, может быть, культивировать поле номер четыре, хотя... Не, лучше пока стой и жди там. Посиди там, в телефоне позалипай. Да, а что в этом телефоне? А, ну или в этом, в планшете. Я же вам всем выдал планшету, где вы можете смотреть территорию нашего хозяйства, где у нас какие поля. Можешь на ютубчике пока позалипать, я разрешаю как начальник. А теперь ко мне точно не подкопать, что я Филонин на работе. Ну, ну, наверное, еще ковш. Да, я думаю, еще один. Земля на поле еще рыхлая, свежая. А тут что-то дождик обещали, а он не пошел. Они много, они много чего могут обещать. Это вот, когда я как раз в 13-м году практику проходил. Вот. Погода была случай очень смешная. Ну-ка, расскажи. Да, в общем-то, обещали нам тут бурю страшную, лютую. Сказали, ветер будет очень сильный, прям, прям ураганистый. Крыши посносит. В итоге народ, в итоге только народ перепугали там все быстро. А тогда как раз покос был, и все так быстро в темпе вальса все начали собирать, прятать все. Кота все чуть бункер в подвале не построил. А вам в итоге солнышко везти. Так, ну, оно, наверное, полное, да, Андрей? Я думаю, что да. Ну, я думаю, больше не надо. Ну, да, пока это тоже профилонь. Если что, если этого... Ну, да, да. Если этого хватит, то тогда это... Тоже возьмешь какой-нибудь трактор с культиватором на помощь. Какая тут дорога интересная возле храма старого. Наверное, во времена революции его не дожил, короче, до наших дней. Так, Серегу вижу. На, я тут хожу, брожу. Осматриваю два монстра, сине-серого. Проверил бы там, гладки на культиваторе не открутились. Да, да не должны же. Вы же вроде хороши за техникой присматриваете. Я надеюсь. Ну, все равно, разные случаи бывают. Люди-то все разные. Так. Поехали. Ага. По ширине не подхожу. Сейчас чуть-чуть сдам, надо поуже возьму. Ну вот смотри, сейчас я короче где известь внесу. Тут уже, в принципе, наверное, можешь культивировать. Ну, я, наверное, подожду, пока ты пару проходов сделаешь, чтобы на пятки не наступать. Ой, ее сейчас не сбросаешь, тихо. Да, да, ты там близко не подходи. Она же, наверное, еще вредна для здоровья? Ну, не знаю. Пошло чем, может мне туда МТЗ-ку взять, помочь тебе? Ну, в принципе, можешь. Там, короче, в контору зайдешь, ключи там в этом. Короче, в первом кабинете. Там на шкафчике лежат. Так, ну я вот уже практически второй проход сделал. Так что, Сергей, можешь, в принципе, начинать, я думаю. У меня и скорость работы, наверное, побыстрее будет, чем у тебя с этим. Ну, сейчас в ту сторону пойдешь, и я думаю, с культиватором подхожу уже с тобой приду. Так, там сейчас Андрюха еще должен подъехать на 12.21. Тоже в помощь. Так, а четвертое поле там, ну я не знаю, сегодня мы отправимся на сегодня, потом уже решим. Там тоже нужно тупо культивировать, и звездку там уносить не надо. Ну, это может быть даже я также перецеплю оборудование. И мы в три трактора туда отправимся. В три трактора быстрее будет гораздо. Ну да. Нет, Андрюха, там посмотри, там на 12.21 передний этот гидроцилиндр рулевой, там немножко сопливился. Там не вышло, все массово измело. Не-не, все нормально. Кстати, расход извести достаточно большой, у меня вот уже, наверное, где-то полбункер, так что тебе надо будет как-то совмещать. Так же грузить, еще продолжать. Так, Юли Цезарь, два дела сразу делать. Потому что достаточно прям быстро реально уходит. Так, а я, наверное, еще меньше возьму этот, получается, поближе захват, чтобы... Ну, не оставались, кстати, необработанные места. Ну, я думаю, с культивацией оно все перемешается. Дрюха, а ты там зря начал, надо именно туда подождать, чтобы я еще несколько проходов сделал, и ты... Не тяжелый, кстати, этот культиватор для этого трактора. Да нет, кстати, нормально идет. А то у нас сегодня нашего старшего инженера нету. А то если трактор и культиватор несовместимы, он бы тебе по шапке надавал. Нет, хорошо идет. Хорошо, уверенно. Он сегодня уехал там, занимается переездом вещи перевести, мебель. Надо будет тоже местных поспрашивать, вдруг здесь домик деревеньки от каждой. Я уже, ну, выдали мне служебное жилье. В будущем, может быть, свое что-то построю. Там участки продаются. Вот, ну а пока живу в служебном домике. Такой неплохой. Даже с гаражом. А гараж пока ставить нечего? Ну, пока нечего. В будущем что-нибудь намотим, сообразим. Здесь я тоже домик нашел поближе к лесу. Рыбалка рядом. Красота. Не скажу, где. Потом в гости привезут. А, хорошо. Интриго. На шашлыки приедем. Моссовой. Тебе надо знать, что было, Андрюша, оставить нам погрузчик там, на территории склада. Я бы сам, может, вооружал бы. Ну, давай я пока добегу. Хоть бы так недалеко. Ну, как вариант, да, можешь добежать. Ну, шо ж так пьется-то, на эту известь слетаются. Да, странно. Они от нее подохнут, я думаю. Но, наоборот, отгонять. Так вот, откуда сороки появляются. Ну, вон, целая стая опять же сидит. Кончилось у меня, в общем, известь. Я поехал дальше догружаться. Там Андрюша должен был этот пригнать погрузчик на склад. Так, а Серегу я что-то не вижу. Он, наверное, с того края поля. Далеко. Что-то не видать его совсем. А может, уже куда Колымить уехал, видать, бросил. Так, где тут дорога-то была? Что-то я потерялся. А, вот. Вот она дорога. Кстати, Андрюха идет. Что там, все перегнал, да? Все, я оставил ключи под коврику. Все, ладно. Давай, удачи туда. Погнал я грузиться. Блин, так тяжело. Трактор идет в подъем. Так, вот он погрузчик, вижу. Так, сейчас поставлю этот разбрасыватель своим способом. Вот так вот. Мне кажется, так будет удобнее. Сейчас посмотрим. Так, нашел ключи. Так, по топливу нормально. Блин, нам в эту нашу технику современную надо еще эту заказать. Мочевину. Там что-то смотрю, а монету точно самочевидно. И я думаю, что Джон Дире тоже. Да, Джон Дире точно самочевидно. Паше еще надо будет, знаешь что, лапки для культиваторов. А, точно, точно. Это надо Сашке сказать. Да, она приедет, она и не скажет. Пусть будет безопасно. Это точно. Пока настроишься под этот монету. Я просто на других погрузчиках работал. Немножко как-то органы управления непривычно с первого раза. Так, я, наверное, туда-обратно сделаю и буду Пашу ждать. Такой перекурщик небольшой, да? Серега, я тормоз его взял. О, а я не додумался. А что там, чайку нету? А то чайку я тоже въеду. Есть чайку. Давай, Серега, обратно проходи, я как раз в крови подполь подъеду. Еще чайку махну. Мне там тоже оставьте кружечку. Конечно, шеф. С шефом не поделиться, без премии остаться. Очень неохота. Это да. Запись. Ну, это все. Накидал я, в общем, себе разбрасыватель. Оставляю здесь туда опять погрузчик. Потому что еще пригодится, я думаю, раза два точно придется приезжать. Так, ушел. И еду к вам. Так, я, наверное, по культиватору пока складывать не буду. Да, зачем тебе его складывать? Все равно еще пригодится. Вы, в общем, решили пока подождать, да? Я сейчас докидаю. Ну да, давай, дай кидай выездить. А мы, когда уже пойдем на два тракта. Терев, термос в кабинете. Давай, доставай. Ну что там, бутерброды есть какие? Да, есть чуть-чуть. С колбаской. С колбаской. Дальше поставить. Оставим, куда мы денемся. А то я дома с утра вот так же вот бутерброд закинул и сразу сюда бежать. А я с утра успел только кружечку чая выпить без всего. Быстренько залить, так скажем. Хотя, в принципе, что-то время было. К девяти же пришел на работу. А я тут в ночь приехал. И еще даже не завтракал. Я, как и из дома, вещь собрал. Вот хобус прыгнул. Так. Остановились. Чегорик один съел. Угу. Понятно все. Так, кончился у меня еще один бункер разбрасывателя. Я приехал еще догрузиться. Ребята там, в общем, обслуживают немножко технику. Ежедневное такое обслуживание у них там. Ну и, короче, перекур небольшой. Сейчас я докидаю до конца. Они тогда уже продолжат. Дальше культивировать. А я тогда уже там чайку с бутербродами. По красоте, короче. Парк. Дальше культивировать. Сюда. Матери-то, чешу помню, что я думаю, я и меня. Глаза обману. Нет. Обычный жюри. Ну, вроде похоже. Ну, ладно. Грибов там нет. Нигде не смотрели. Ну, тут грибов нет. Паш, знаешь, че, тут пыльник с правой стороны один. Он уже начинает. Надо заказать, Саньку, тогда. Это на этом на 12-21, да? Ну, ты запоминает это, скажет потом Сашке, че там надо. Пыльник. Че там еще это. Че-то еще о чем-то мы говорили. Да, лапки надо заказать. Да, лапки. И все-таки надо еще поменять. Тут один шланг, немножко полопавшись. Вот масло, походу, из него сочится. Которым на гидропривод. Угу. Там надо посмотреть, может быть, что в конторе тогда оставлю. Санек, приедет, надо посмотреть. Ага. Там надо посмотреть, может, все в складах и так есть. Ну, это надо опять же с ним, он в этом спец. Ну, кстати, в принципе, у меня осталось два прохода. Вы можете начинать. Ну, я тогда к тому краю поеду. Как раз чиху тебе. Давай. Подъедешь, я термос заберу, да. Подъедешь, я термос заберу. Так, хотелось еще, ребята, остановиться на комментариях под прошлым видеороликом. Там писали, что я неправильно пахал. Сорян, реально я неправильно пахал. Ну, не в ту сторону, получается, делал этот отвал. Разберемся, конечно, в будущем. Вот, что-то еще. А, еще писали в комментариях, зачем вы теперь пахали поле. Тут было столько травы, могли там затековать, продать. Там столько сена пропало. Ну, как бы каждый развивается по-своему. Мы приняли решение, что нам это про ли проще распахать и чем-то засеять, чем нам сейчас морочится где-то технику искать под заготовку травы и сена. В общем, мы приняли такое решение. Так, еще, наверное, один проход. И, наверное, два получится. И можно, наверное, будет попить чайку и уже потом возвращаться на базу. Хотя, наверное, вас подожду. У вас культиваторы широкие, большие. Вы сейчас быстро его, наверное, сделаете. Ну да, мы сейчас быстрее. Все-таки этот трактор очень хороший. Ну, понятное дело, что любая техника хорошая. Только смотри, обслуживай, как бы, следи за ней. Ну, вот я же, вот когда ехал сюда на поле, я сказал, что я немножко непривыкший к тракторам сломающийся. Научас вроде подпривыкать даже как-то вылезать неохота. Угу. Вот как будто ребенок игрушку в магазине схватил и не отпускал. Понятно. А на чем практику-то проходил? Да. Я, может, прослушал? Да на МТЗ. Ну, на 82-й такой. Угу. А ты, Андрюх, как в свое время получал, открывал категорию тракторную? Ой, да много чего было. Да. И начинал работать экспедитором. Потом, в общем, работы не было. Начальник посадил на трактор. Прав еще тогда не было. Ну, вроде нормально так справлялся. Он мне, ну, можно сказать, по блату сделал права трактора. Угу. Но потом все равно ушел, на другую работу стоился. И уже потихоньку сам скажировался. Потом купил трактор себе старый МТЗ-80. На нем, на нем руб набил. И уже поехал. Потом открылся категорию. Интересно. Вот на погрузчик тоже интересно получил ситуацию. Тоже опять спонтанно получилось. Вдруг купил небольшое, так скажем, организовал небольшое предприятие. Нужен был погрузчик. И приняли старый АТ-40, что ли. Ну, старый погрузчик такой. Если бывает, как он называется. Да, 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 да. И вот я на нем немножко. На пидравлике. Вот потихоньку приноровился. Вот сейчас даже на монету сел. Уже вообще там чуть джойстик. Красота. Как будто в компьютерную игру играешь себе. Угу. Так, ты все, Паш? А, да, давай. Сейчас я тебе тормозочек. Да, давай. Хватай. Все, держу. Угу. Все. Мы тогда погнали сел. Да, давайте. А я тоже как-нибудь вам расскажу историю. Как у меня что получилось. Сейчас вот могу сказать, что первую категорию открывал. Ну, трактор, это получается, наверное, категория БЦ. Это, наверное, эти МТЗ и Т-150. Это еще открывал в школе. Ну, а потом что-то так пошло-поехало. Там скорешился с людьми. Также работал на тракторах. Вот. Ну, а потом показал себя как неплохой руководитель. Там был также инженером. Ну, и сейчас, получается, вот московская компания у нас основная. Ну, поставили сюда вот, получается, генеральным директором. Следить за всем. Так что, вот такие вот. Такая история. Самое главное попасть в нужную струю. Да, да, да. Глянь, он реально тянет как быстро. Даже нам быстрее, чем у Сереги. По-моему, да. МТЗ, мне кажется, ловче идет. Что мы тут гонки будем устраивать? Не, не надо гонки. Вот смотрите там, технику берегите. Я чую по... Я сколько про них читал, про 12-21. У них очень расход большой. Ну, посмотрим. Механик приедет наш. Ну, да, это надо у него узнавать. Потому что МТЗ, когда бы не 82-й, он бы не вытащил. А кировцы гонять смыслу нету. Ну, тоже, да. Я с тобой согласен. Ну, все, ребята у нас заканчивают. Докультивировать поле. Интересно, сколько тут гектар надо будет потом посмотреть по бумагам. У нас тут сейчас агронома-то нету. Конечно, агроном нужен. Но пока надо, в общем, подумать. Тоже требования, может, к агроному составить. Кстати, ребят там в группе был пост. Ну, кто хочет у нас тут работать, там требования есть определенные. Ребята, в принципе, пришли по требованиям. Сережа, сложные требования как бы устроиться к нам работать, да? Да нет. То есть, если вы желаете, в принципе, можете попробовать попытать счастье. Пишите ответное письмо. Вот, мы рассмотрим вашу кандидатуру. Ну, и, может быть, вы будете с нами работать. Как вот Сергей работает. Так, Андрюшка тут тоже заканчиваешь, да? Да, все на счет осталось. Так, я тогда запускаю тоже трактор. И мы с вами возвращаемся тогда на базу. Будем мыть. Единственное, что вот известь осталась в этом распределителе. Мы же теперь это удобрение не насыпем. Что с ней делать с этой известью? А еще уже у нас одно поле, по-моему, есть в собственности. Четвертый или пятый. А там не нужно известь. Ну, выгрузим. Куб надо найти просто. И в куб перевернуть. А. Ну, понял я. Ладно. Разберемся. Давай, Андрей, вперед. Ого. Так, как бы дорогу не проехать. Сказал я и чуть ее не проехал. Такая вот неприметная. Можно, в принципе, было другой дорогой поехать. Чтобы нам технику не гнуть через этот. Через поселок. Там дальше же дорога есть. Наверное, кругля по ней едам как раз. Давай. Надо вообще как бы за правило взять. Вот большую, тяжелую технику через поселок не гонять. Гонять, а походными дорогами. А то тут асфальт сейчас повредим. Сейчас жители пожалуются в эту. В администрацию. В администрацию, да. Ну что, асфальта жалко, что ли. Ну, понятное дело, что асфальт везде ремонтируют. Ну, там что-то такие большие промежутки между капремонтами и планами строительства. Ну, как бодренько. Пока он совсем не рассыпется. Ну, как ХТЗ бодренько плет, я уже почти вас догнал. Считай, столько же времени потратил, чтобы доехать. Так, ну и моем, в общем, технику. Я тут такую мойку организовал. Так, по очереди. Интересно, если соблюдаем дистанцию. Да, да, по очереди. У меня, в принципе, трактор-то не особо намазался. А у меня вся езвесть колес еще по пути послетала. У меня, кстати, трактор-то не особо. Культиватор вот, немножко. Ну, да. Начался. Так, технику по местам. А где стояла? Или, может быть, я не знаю, посмотреть. Но это опять надо с инженером поговорить, порешать. Может быть, еще один разбрасывать или взять, чтобы один был чисто под известь. Потому что известью же постоянно тоже надо будет потом заходить. Чтобы каждый раз не перемывать. Да, да, да. Так, в общем, Серега сейчас трактор домоет. Ну, а на этом, ребят, в общем, пока все. Спасибо, что смотрели данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Пишите комментарии. Читаю все, отвечаю по мере возможности. Ну, и стараюсь только отвечать на нормальные комментарии, какие я считаю, что они нормальные. Если там моды просите, обычно на такие комментарии не отвечаю. Вот. А, кстати, да, еще отмечу такой факт по комментариям. Я же все читаю. Вот смотришь, да, выходит ролик по FS15. Люди пишут, нахрен ты ее снимаешь, переходи, FS19, FS17 есть. Выходит ролик по FS17. Блин, давай быстрее FS15, хочется посмотреть, интересно. Вот. Выходит ролик по FS19. Блин, не снимаю, давай FS15, FS17, намного интереснее смотреть. И кому угодить, непонятно. Ну, ладно, это, в общем, лирическое отступление. Спасибо, что смотрели данное видео. Так, а мы, наверное, плохо встали, да, Серега? Вот тут не отцепится ли, отцепится ли? Да, я отцеплюсь. Только здесь Андрей немножко культиватор бросил. Так. Да, да, как-то ты плохо его бросил. Ти него поближе к такому. На этом, в общем, все. Спасибо еще раз, что смотрели. Всем удачи. Всем пока. Ну и до новых встреч.